Полицейские из Латауста задержали продавца, подозреваемую в кражах из магазинов. Как полагают сыщики, женщина отметилась как минимум в пяти городах области. Она устраивалась на работу кассиром, безукоризненно работала, а спустя время исчезала вместе с выручкой. Ольга Кокшарова расскажет подробнее. Продавца по фамилии Захарова первой разыскивала предпринимательница из Латауста. Она обратилась в полицию с заявлением, якобы ее сотрудница похитила из магазина крупную сумму денег. Видео последнего дня работы кассира бизнесвумен выложила в интернет. Я разыскиваю Захаровой, которая 8 января похитила у меня огромную сумму денег в размере около 80 тысяч рублей. После с похожей историей в полицию обратилась хозяйка магазина в Миасе. Она утверждала, что тоже пострадала от рук Захаровой. В середине рабочего дня она покинула свое рабочее место. Прихватив с собой пакет с деньгами, отдел тут же закрыли, провели инвентаризацию, где была выявлена недостача 67 тысяч 666 рублей. Общая сумма украденных денег 102 тысячи. Захарова отметилась не только в Златоусте и Миасе. По версии следствия, пострадали и предприниматели из Челябинска, Магнитогорска и Екатеринбурга. В столицу Урала ее задержали и отправили в Златоуст. На сегодняшний день ей предъявлено обвинение. В ближайшее время следствием межмуниципального отдела МД России Златоустовский планируется направление дела в суд. Подозреваемая в кражах находится на подписке о невыезде. В отношении Захаровой возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Ей грозит до пяти лет тюрьмы. Ольга Кокшарова, 31 канал. Видимо, когда зоост